МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы начнем путешествие с Тульской области. Музейщики этого региона и подали идею создать глобальные маршруты. И сегодня в студии Большой Страны министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина. Татьяна Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Кирилловна. Очень приятно снова видеть вас в студии Большой Страны. Татьяна Вячеславовна, в чем же смысл глобального маршрута, чем он отличается от обычного туристического проекта? Действительно, эти четыре глобальных федеральных маршрута возникли в рамках одного из поручений нашего президента, Владимира Владимировича Путина, по разработке неких, может быть, аналогов или продолжения вот того маршрута, который, например, мы все знаем, привыкли, скоро ему уже исполнится 50 лет, это Золотое кольцо России. Оно уже объединяло несколько регионов и тем самым привлекало и российских туристов, имело разные варианты, трехдневные, недельные. И зарубежный турист всегда ехал на Золотое кольцо. Ну, это уже бренд, это уже бренд нашей страны. Да, вот столько у нас регионов, столько у нас нового, столько музеев, столько достопримечательных мест в России. И логично было бы объединить какие-то зоны российские, федеральные округа или несколько федеральных округов, и уж ясно, что несколько регионов, какие-то новые, интересные, эксклюзивные для России маршруты. Вот для Центрального федерального округа самым ярким, самым таким знаковым моментом стал, конечно, маршрут «Русские усадьбы». Он объединяет несколько регионов. В начальном этапе еще в конце 2013 года в Петербурге мы заключили соглашение между пятью регионами Московская область, Тульская, Орловская, Рязанская и Брянская. Эти регионы стали такими пилотными, на которых, собственно, и стартовал этот маршрут. В 2014 году было сделано исследование, в ходе которого был проведен анализ, использовались данные статистики, использовались механизмы анализа финансового, выгодности, целесообразности, рентабельности этого маршрута, категорийности, какие усадьбы могут заключаться на первом этапе, на последующих этапах, какие регионы могут быть охвачены. В общем-то, это был действительно глубокий такой труд. Заказчиком явилось Министерство культуры Российской Федерации, и одним из флагманов стала «Ясная поляна». Конечно, это бренд российский, да, усадьба. И Тульская область стала пилотной площадкой, на которой как раз этот маршрут был, так скажем, изучен, исследован. Что характерно, Ангелина, что вот мы даже, честно говоря, не ожидали, когда у нас возник сайт, портал «Русская усадьба», когда появился визуальный бренд, когда появился путеводитель, разнообразные маршруты с описанием усадеб, когда мы провели ряд семинаров, и пришли люди, интересующиеся усадьбами, мы поняли, настолько необъятен мир усадьбы. Где-то есть усадьбы с именем, усадьбы без имени, есть усадьбы, которые развивают, продолжают, возрождают люди, ну, и продолжающие там семейные традиции. Они никому неизвестны, но быт, уклад, какой-то купеческой там семьи, или где-то просто там, например, усадьба связанная, усадьба руинированная или связанная с той или иной деревней. А вы для себя какую-нибудь уникальную усадьбу открыли? Вы знаете, и мы поняли, что русская усадьба – это не просто маршрут, какая-то логистика передвижения туристов. Русская усадьба – это некий феномен культурный. Это один из самых ярких показателей русской культуры 19 века, связанных с выдающимися именами. И мы сразу поняли, ощутили, что, наверное, этот маршрут, это явление как таковое, оно будет интересно не только российским туристам, причем российским туристам, наверное, обязательно в сегменте образовательного туризма детям, пожилым людям, но и, конечно, европейскому туристу. Сколько сегодня усадеб входит в этот маршрут? Я могу сказать, что после пяти областей, которые вошли первой пилотной площадкой к нам, присоединились в последующем еще и Тверская область, еще и Липецкая область, Псковская и даже Ставропольский край, где тоже есть усадьба. Вологодская область позже. Поэтому у нас уже несколько областей. Я могу сказать, что в Тульской области мы, как бы сказать, включаем, ну, для разных категорий туристов, мы включаем, например, семь усадеб. Это и федеральные Яснополяна Поленного, это региональные музеи Болотова, Богородиц, усадьба родовой имени Тургенева в селе Тургенево, усадьба, мы называем музей Бежен Лук. Вот, есть и муниципальные усадьбы, это Ефремовский район Бунин, это место, связанное с родиной Матроны Московской, Себинской. И вы знаете, вот эти семь усадеб, они все интересные, все, как бы сказать, все представляют собой тот или иной мир традиций, культуру, образования, воспитания. Но усадьба – это вообще целый мир. В общем-то, так сложилась ситуация, что сейчас турбизнес повернулся значительным образом на внутренний туризм. Он больше смотрит на регионы. И что интересно, в общем-то, крупнейшие наши столицы культурные, Москва и Петербург, как бы они уже исследованы, и не только русским туристам, но и даже европейским. Поэтому очень большой интерес к регионам, очень большой интерес к каким-то эксклюзивным продуктам туристическим. Поэтому здесь, конечно, нельзя не воспользоваться этим. И мы, конечно, подошли еще и с точки зрения экспертизы, экспертных оценок, тестовых таких маршрутов. Мы попробовали так или эдак. И что характерно, для меня очень важно, что многие усадьбы, ведь это характерно, да, они лежат не в столицах региональных, это вот те самые малые исторические города, поселки, а порой даже и деревни. И вы знаете, туризм – это явление такое межведомственное, что называется. И вот как это оживило вот те самые наши малые города. Потому что там явились все вокруг этого проекта. Да, оживило бизнес. Те, кто когда-то, может быть, и не думал восстанавливать свою гостиницу, конечно, они активизировались. И точки питания, и даже учреждения культуры. Какие-то культурные, какие-то интерактивные программы, они необходимы, и они должны сопровождать этот маршрут. Поэтому маленькие поселковые, творческие коллективы, где-то какие-то клубные формирования, они уже втянулись в эти программы, потому что это уже какие-то сопровождающие такие фольклорные или вечера. Что характерно, это сувенирная продукция. Это оживило и мастеровой, что называется, лют. Это игрушки, это какие-то поделки. Причем они, идущие от корней, сразу подтянулись те бабушки или там те дедушки-носители тех или иных традиций. Ну да, как бы сидели дома у себя там что-то творили, а тут они оказались нужны. Где-то еще под Богородицем в Бегичево. И вот те самые традиции, они, как бы сказать, выросли уже в такую, что называется, сувенирную линейку характерную. Вы знаете, это вот действительно пошло такое возрождение. И я думаю, что многие спрашивают, а будут ли восстанавливаться усадьбы? Ведь мы, если будем говорить о музеифицированных усадьбах, наверное, их, ну, процентов 15 мы делали такой анализ. Усадьбы, которые, ну, требуют реставрации, но они, ну, живы, но, как бы сказать, не используются или в ненадлежащем виде. Наверное, их, может быть, процентов 35-40. А в основном усадьбы у нас, те, которые связаны с теми или иными именами, и у нас такие есть. Эти, ну, действительно значимые имена, и, может быть, проезжая то или иное место, есть смысл остановиться и вспомнить того человека или там, да, семью, которая внесла такой вклад какой-то ощутимый в развитие русской культуры, истории. Но эти усадьбы руинированы, а порой там вообще ничего нет. И, вы знаете, вот уже пошла такая активность и пошел интерес и, в общем-то, даже инвесторов. И мы по своей области чувствуем людей, которые хотели бы восстановить усадьбы. Где-то, может быть, начать пусть с флиги или пусть с какой-то дворовой постройки. Но вот это место, оно уже будет привлекать туристов. Но это только за счет каких-то частных инвестиций, сторонних, не за федеральные деньги? Нет, вы знаете, нет. Федеральные средства, они касались исследования, создания сайта, продвижения сайта, поддержки сайта, создания бренда, создания роликов рекламных. Создать вот такой методологический, можно сказать, фундамент, да. А, в общем-то, туризм – это явление такое коммерческое, это явление, которое живет в среде профессионального турбизнеса. И поэтому сейчас как раз мы стоим на том, так сказать, этапе, когда мы сейчас активно шагаем в оборот производственный, можно сказать. Чтобы проект не только начал работать, но и зарабатывать. Да. Что касается федеральной поддержки, то в следующем году принято решение запустить для школьников такой маршрут, который охватит несколько областей. Сейчас, как со стороны, операторы работают над формированием этого маршрута. Русская усадьба. Точка литература. Дальше будет русская усадьба, точка музыка, русская усадьба живопись и так далее и тому подобное. И вот такие вот образовательные маршруты, по аналогу с военно-историческими маршрутами, да, они как раз будут работать при поддержке финансового Министерства культуры Российской Федерации. Потому что они оплачивают билеты, проживание детей, питание их. А доставку до места, транспортизацию, так скажем, это уже за счет средств либо региона, либо родителей, либо спонсоров. А вот что касается восстановления усадьбы, как мы говорили, то, например, у нас есть интересный пример село Тургенево, да. Это и какие-то частные компании, и спонсор, который, например, у нас развивает в этом месте сельское хозяйство. Вот много появляется таких, как сказать, активных, с активной жизненной позицией социально ответственных инвесторов, которые считают своим долгом выступить как спонсора, например, в формировании того места, исторического места. Татьяна Вячеславовна, какие мероприятия в событийный календарь уже этого года, 2016-го, войдут в рамках этого проекта? Вот мы, Бежен Лук, да. Когда были эксперты, тревел-журналисты, которые проводили, реализуют свой проект «Настоящая Россия» у нас в Тургенево, то, в общем-то, в рамках этого маршрута было предложено очень интересное мероприятие «Тургениус». Он будет связан с окончанием учебного года. Там несколько площадок, мы уже в этом году провели его, я думаю, что он будет потом набирать оборот. Одна площадка связана с кино, кстати, что актуально, да, фильмы на тему рассказов или произведений Тургенева. Может, он будет кино, да, чисто литературная, даже вот как мастер-класс по литературе. Третья – это детская анимация, четвертая – это мастер-классы, которые возрождают те самые традиции усадебные. И он проводится ночью. Вот этот Тургениус такой какой-то семейный, даже, может быть, такой учебный, может быть, интеллектуальный, но для школьников, для старших направленностью. Вот хотелось бы, чтобы из этого фестиваля выросло что-то самобытное, интересное. Как усадьба, например, может проходить без балов? Вот у нас, например, маршрут начинается с приезда в Тулу, один из вариантов таких самых крупных усадеб, да. Мы в этом году восстановили здание дворянского собрания в Туле. Это место, где очень часто бывали и Толстой, и Тургенев, и Хомяков, и Салтыков-Щедрин. И мы, как бы сказать, создали здесь не просто такую концертно-театральную площадку, но и музифицировали ряд комнат. Само по себе здание уже выполняет роль некого такого объекта показа. И уже оттуда начинается рассказ о русских тульских усадьбах, о их жителях, обитателях, о том, какие принимались решения, какие встречи проводились вот в этом здании. Ну и, конечно, прекрасный зал с колоннами, весь антураж сохранен, конечно, предполагает к балу. И здесь происходит мастер-класс по тем танцам, катильонам, кадрилям, которые танцевали в XIX веке, которые могли как бы сопровождать быт, отдых посетителей, жителей усадьбы, гостей ее. И вот под живую музыку мы проводим балы. Мы стартовали с интересным фестивалем охоты. Очень рады, что немножко оживилась наша усадьба. Недалеко от Тургенева усадьба связана с, тоже родовое имение, связанное с именем Льва Николаевича Толстого. Это село Никольское-Вяземское. Замечательное место, там восстановлена целая усадьба. Но пока мало было посетителей, но теперь она будет в маршруте, я думаю, все активизируется. Главное начать. И вот там мы как раз, места-то совсем замечательные, леса, охота. И вот там у нас впервые прошел фестиваль охоты, где были и знатоки охоты, и любители, и своеобразный антураж был, и специфика, и блюда, которые охотники готовили там. Конечно, концертная программа. Татьяна Вячеславовна, сейчас вот для тех, кто заинтересовался уже этим маршрутом, сколько по времени занимает полностью путешествие по глобальному маршруту? Очень востребовано сейчас, как мы увидели, опираясь на мнение туроператоров. И вот, например, даже мы общались с представителями турбизнеса европейских некоторых стран. Очень интересует всех уикенд в русской усадьбе. Ну, слово, конечно, иностранное, но тем не менее, две ночи, три дня. Это удобно и для тех, кто, например, живет в Москве или там в ближайших регионах, это выходные дни в усадьбе. Например, у нас такой есть маршрут из Москвы в Мелехово, Чехово, да, Московская область, Горки, Тульская область, Поленово, Ясная Поляна. Затем мы едем в Тургенево, туда же, в ту сторону, Спаска-Лутовинова, Орел, и возвращаемся в Москву. И здесь, конечно, и Толстой, и Чехов, и Тургенев. Интересный маршрут предложили сами Брянц, например, 4Т. Толстой, у нас их две усадьбы в Тургенево, это и Тульская область, и Спаска-Лутовинова, и Брянск, Тютчев, и Толстой, Алексей. И тоже такой интересный маршрут, но он связан с определенными, опять, литераторами, известными писателями, поэтами, которые, в общем-то, были здесь. Сформировался неплохой маршрут, захвативший наш муниципальный музей Бунина в Ефремове, идущий к Сергею Есенину в Рязань. Вот, на место я имею в виду Сергея Есенина, да, тоже Московская область, Тульская, Рязанская. Например, пользуются хорошими отзывами и туроператоров, и посетителей уже. Это маршрут, начинающийся в Калужской области, полотняный завод Натальи Гончаровой и супруги Пушкина тоже проходят. Ну, поскольку мы туляки сами формируем, это как-то часто... Ну, мы находимся в, так сказать, центре, эпицентре, вот, и Толстой, куда без него, в общем-то, через Тульскую область. И хочу сказать, что мы делали такой некий статистический анализ. Очень большой рост интереса туристов. Пока это только начало. Но, тем не менее, например, если мы берем пять регионов, то в 2013 году это было около 900 посетителей. В 2014 году это 1 миллион 400, в 2013, да, 900, в 2014 миллион 400, в 2015 это уже 2,5 миллиона, а по анализу уже по срезу на 11 месяцев мы полагаем, что это будет выше 3 миллионов в течение 2015 года. Татьяна Вячеславовна, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. Вот, честно скажу, захотелось в отпуск и путешествовать, путешествовать, путешествовать. Спасибо вам большое. Спасибо. Человека делают счастливым три вещи. Любовь, интересная работа и возможность путешествовать, так писал Иван Бунин. Так будьте счастливы, друзья. В студии «Большой страны» мы беседовали с министром культуры и туризма Тульской области Татьяной Рыбкиной. Рыбкиной. Рыбкиной.